Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Приветствую вас на нашем вебинаре. Давайте сначала тоже проверим связь, как меня вы слышите, как видите, если все хорошо. Отлично, вот, все хорошо. Спасибо огромное за вашу активность. И также попрошу традиционно напишите, пожалуйста, в комментариях, кто вы по профессии, из каких вы населенных пунктов. Нам важно знать географию нашего вебинара. Представлюсь для тех, кто меня не знает. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей коллекционной категории. И сегодня мы с вами поговорим о мячике, как его использовать в педагогической работе с детьми дошкольного возраста. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных учреждений, воспитателям, логопедам, дефектологам, психологам и, конечно, родителям. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей в дошкольном учреждении не потеряла своей актуальности, а приобрела еще большую остроту, актуальность, остроту в условиях реформирования и модернизации системы образования. Повысились требования к содержанию образовательных программ, к их материальному обеспечению. Изменился контингент воспитанников. В дошкольном образовательном учреждении появляется все больше детей группы риска или условно здоровых. По данным неонатологов, в настоящее время только 5% детей рождается абсолютно здоровыми. Остальные же 95% имеют органические поражения головного мозга, различной степени выраженности. И вместе с тем все больше и больше в современной школе ощущаются доминанты интеллектуального образования, в результате чего страдает здоровье детей. Перед дошкольным учреждением стала проблема, как обеспечить полноценность сегодняшней жизни ребенка и определить условия оздоровительно развивающей среды, необходимые для повышения адаптивных психофизических возможностей детей дошкольного возраста. И, как сказала Добора Владимировна Мендрижицкая, игра не пустая забава. Она необходима для счастья детей, для их здоровья и правильного развития. Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития ребенка. Игра — это огромное окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра — это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. И потому процесс обучения ребенка не может проходить без нее. Тактильные ощущения, общая моторика, мелкая моторика, мыслительные операции развиваются в детской игре. И мяч, пожалуй, стоит отнести к самым универсальным и многогранным игрушкам. Мяч — удивительно интересная игрушка. Пожалуй, ничего аналогичного, настолько простого и в то же время интересного, пока еще люди не придумали. Мяч воспринимается ребенком как нечто живое. Он чутко реагирует и отзывается над движением. Может быть послушным и озорным. Он яркий, круглый, очень милый. В мяч можно поиграть. Причем поиграть можно даже еще не научившись ходить. И можно наблюдать, как люди зрелого возраста с упоением гоняют мячик. И мяч — это предмет, прекрасно знакомый и понятный всем людям, для взрослых тем более. Но стоит взглянуть на мячик глазами ребенка. Для ребенка, впервые увидевшего мяч, он в себе таит много неизведанного, нового. Это один из путей к познанию мира. Его размер, материал, свойства и форма являются огромным потоком информации. Мячи могут быть не только разного размера, но и разного цвета. Различные цвета по-разному воздействуют на психическое воздействие, на психическое состояние и физиологические функции человека. Теплые цвета, красно-оранжево, они оказывают эрготропное влияние, повышают активность. Уважаем участники, как вы меня видите, прерываюсь я или нет? Отметьте, пожалуйста. Вижу в комментариях, что плохая связь. Все ли хорошо понимать, с моей стороны это проблема или нет? Все, отлично поняла. Спасибо вам огромное. И про воздействие я заговорила, как цвета воздействуют на наш организм. Теплые, красно-оранжево, они будут повышать активность. Они, спасибо огромное, будут усиливать возбуждение центральной нервной системы. Этот цвет обычно выбирают активные дети с холерическими чертами. Холодные цвета, синий, фиолетовый, они оказывают... Спасибо, благодарю. Они будут оказывать эрготропный эффект, то есть успокаивают. Его обычно выбирают дети с фигматичными чертами, спокойные, чуть даже где-то заторможенные, нервные. Желтые и зеленые цвета способствуют проявлению выносливости. С помощью цветов можно регулировать психоэмоциональное состояние ребенка. Благодарю. Игры с мечом являются важнейшей составляющей полноценного детства ребенка. На первый взгляд они могут показаться простыми, но при этом играют громадную роль для интеллектуального и физического развития. Часто взрослыми действия меча в развитии ребенка не даться не но. Здесь же не только идет физическое развитие, но и интеллектуально, как я уже сказала. Тренируется координация, глазомер, ловкость, скорость реакции, самоконтроль, а также еще и уверенность в своих силах. И какие же цели могут преследовать игры с мечом? Во-первых, игра с мечом развивает схему тела и его устойчивость. Выполняя гамму движений больших мышц и конечностей, ребенок поворачивает голову независимо от тела, ощущает себя без зрительного контроля над телом. Все это способствует мощной вестибулярной афферентации. Во-вторых, игра с мечом способствует развитию внимания, зрительно-слухомоторной координации. Чем меньше статичности, тем меньше утомляемость и, соответственно, выше работоспособность. Также мяч позволяет ребенку дольше удерживать внимание, создавать зрительно-моторные связи, что повышает произвольность внимания. В-третьих, игра с мечом у ребенка развивает мышечный корсет позвоночника, а это его осанка. В будущем правильная посадка за столом, правильное дыхание и так далее. В-четвертых, игра с мечом развивает силу и стабильность верхних конечностей. Подготовка плечевого пояса к школьным нагрузкам, развитие силы, гибкости лучезапясного сустава. А это что? А это будущее письмо. И в-пятых, игры с мечом позволяют преодолеть утомление. Смена положения тела, идет активация, концентрация внимания. Выполнение упражнений в движении, стоя на коленях, сидя. Что еще здесь? Положительные эмоции. В-шестых, игра с мечом способствует билатеральной концентрации. То есть, что это такое? Это ощущение взаиморасположения частей тела. Игра с мечом помогает развить пространственные представления. И, наконец, игра с мечом способствует пересечению срединной линии тела. А это профилактика мышечной зажатости, профилактика психологической зажатости, профилактика двигательных стереотипий и тренировка здоровой спонтанности. Имеет мяч также еще и социальное значение, так как помогает в развитии навыков общения и в приобретении новых друзей. Сначала же нужно договориться правильно с кем-то для приглашения этого человека, этого ребенка в совместную игру. Мяч используют в своей работе еще также нейропсихологи. И в чем же здесь будет тогда польза использования мяча с точки зрения нейропсихологии? Мячик приходится чеканить о пол или бросать в кольцо. Для этого необходима слаженная работа всего тела. Руки, ноги выполняют целую серию последовательных движений. И точно такие же последовательные движения будет выполнять язык, когда нужно будет произнести сначала один слог, потом другой, чтобы получилось целое слово при говорении или при чтении. При играх в мяч приходится удерживать один и тот же ритм. Например, игра всем знакомая, я знаю пять имен. Маша, Катя, Ира. Это тренирует слуховое восприятие, когда оно пригодится в школе. При заучивании на память стихов, пересказов, при написании диктантов и так далее. Мячик приходится учиться правильно захватывать. А это тренирует мелкую моторику, подвижность кисти, нормализует тонус мышц в руке. А это ох, как нам с вами понадобится для письма, для красивого и аккуратного почерка. Игры с мячом – это, конечно, большой плюс к развитию крупной моторики, координации движений, опорно-двигательного аппарата. Надо сказать, что все это является фундаментом, на котором выстраиваются речь, внимание, мышление, память и так далее. Отслеживание мяча глазами тренирует зрительное восприятие и зрительное внимание. А это будет нам помогать при чтении, при письме, когда приходится зрительно удерживать строчку, а также отслеживать запись учителя на доске. Когда нужно переключить глаза с доски в тетрадь и опять обратно на доску. При игре с мячом приходится часто пересекать срединную линию тела, а это стимулирует работу правого и левого полушария. Развивается межполушарное взаимодействие, налаживается мозговая активность. Конечно же, это отразится на школьном обучении в лучшую сторону. Что бы мы с вами ни делали, у нас всегда работают оба полушария головного мозга. И не бывает такого, чтобы, например, правое работает, а левое, скажем так, вышло наперекур. Такого нет, конечно же. И в результате регулярной работы с мячом повышается концентрация внимания, его объем, переключение. У гиперактивных детей улучшается поведение, уходит вот эта импульсивность, дети становятся более собранными. У детей повышается успеваемость в школе, развиваются когнитивные функции. У детей с трудностями в обучении улучшаются навыки речи, чтения, письма, математики и так далее. У детей и взрослых отмечается повышение работоспособности и улучшение мозговой активности. Спасибо огромное за то, что делитесь. Тоже очень важно, чтобы у нас с вами вебинар проходил не в рамках моего монолога, а в рамках диалога. Благодарю от души. И следующий слайд, что я хотела рассказать. Игры с мячом для малышей до 3 лет. Какие мы можем здесь с вами использовать игры? Знакомить малыша с мячиком можно в самом раннем возрасте, до года. Можно научить ребенка держать в руках мячик и перекатывать его с места на место. Когда эти навыки уже освоены, к году, к полутора годам пора научить уже ребенка кидать мячик. И здесь, например, игра «Трактор». Сейчас малышу нужно представить, что он трактор. Ему предстоит расчистить дорогу и дотолкать груз до финиша. Для выполнения своей задачи ребенку нужно встать на четвереньки и толкать мяч головой. Если это дается просто, можно поставить на пути трактора препятствие из кубиков, например, которые нужно уже будет объезжать. Причем условия помогать руками нельзя. Но, конечно, если мячик, скажем так, выпрыгивает из ковша, укатывается куда-то в сторону, то нужно класть его обратно. Игра станет еще интереснее, если превратится в соревнование двух трактористов, ребенка, например, и мамы, ребенка и папы, двоих детей и так далее. Еще здесь можно предложить игру «Туннель и стульев». Поставьте друг за другом несколько стульев или табуретов. Ребенок садится на пол и двумя руками силой толкает мяч. И задача состоит в том, чтобы мяч выкатился с противоположной стороны. Или, например, игра «Попади мячом». На небольшом расстоянии от ребенка ставится ведро. Можно коробку положить или корзинку, у кого что есть. И ребенку нужно попасть в этот предмет маленьким мячом или несколькими мячами разной величины. Еще игра «Подбей шарик». Подбейте воздушный шарик на уровне малыша. Можно представить, что это воздушный шар противника, который нужно подбить. И покажите, как нужно стрелять. Что делать? Кидайте маленькими мячиками по шарику. Игра «Раз, два, три, кидай». Возьмите с малышом руки по мячу и скажите, что бросать мяч можно только после того, как он услышит слово «кидай». И взрослый говорит «Раз, два, три, кидай». И взрослый кидает мяч, и малыш последует к примеру взрослого. Иногда можно проверять ребенка на внимательности, говорить вместо «кидай облако» или другое какое-то слово и так далее. Игры для детей 4-5 лет. К 4 годам дети уже очень ловко держат, катают, бросают мячики, а также способны запомнить достаточно сложные правила. Поэтому становится, благодарю, уже значительно интереснее. В этом возрасте чаще можно привлекать других детей, делать акцент на групповых, активных играх. И во что можно поиграть здесь? Попросите детей выполнять движения в соответствии с текстом. Сейчас зачитаю текст. «В правую руку свой мячик возьму, над головой его подниму, и перед грудью его подержи, к левой ступне не спеша положи, за спину спрячь и затылка коснись, руки смени и другим улыбнись, правого плечика мячик коснется, ненадолго за спину вернется, к правой ступне и к левой ступне, и на живот не запутаться мне». Или еще игра автомобиля. Играть лучше всего в эту игру на улице, начертите автомобильную дорогу, это должна быть полоса примерно 2-3 метра шириной, и не менее 4-5 метров длиной. В игре может принимать участие как один ребенок со взрослым, так и компания ребятишек. Дайте каждому ребенку в руки по мячу. Они автомобили, а взрослый выполняет роль светофора. И взрослый может отдавать команды. Например, какие? Зеленый. Дети должны идти по дороге, подбрасывая и ловя мячик. А что вы имеете в виду неинформативно? Очень интересно было бы. Перекладывать игры, текстовый формат, то, что я озвучиваю, вообще по правилам презентации, оформления презентации, текстовый материал не выводится. На слайда. Минимум информации, минимум картинок на слайдах. Взрослые мы с вами люди, поэтому воспринимаем, кому что интересно, тот для себя фиксирует. Кроме того, будет в записи вебинары, и если что-то где-то забыли, вы всегда можете воспользоваться этим. Если вы неоднократно присутствовали на вебинарах, то вебинары в таком формате и проводятся. Мы взрослые люди с вами, специалисты, уже имеющие высшее образование, как правило, ну или среднеспециально, поэтому переписывать то, что я вам рассказываю, нет смысла. Следующая. Какая игра будет? Желтым. Взрослый говорит желтым. Ребятам нужно остановиться на месте и отбивать мячик от пола. Красный называют взрослый. На этом сигнал светофора. Всем автомобилям нужно застыть на месте. Игра помогает отрабатывать движение с мячом, а также тренирует внимательность и основы правил дорожного движения. Кстати, если вдруг мячик отскачил с дороги или прыгнул в руки к другому участнику дорожного движения, значит, случилась авария. Или еще игра. Танцевальный мяч. Ребятишкам нужно встать в круг и передавать мячик из рук в руки, пока играет музыка. Музыка затихает. Ребенку, в чьих руках оказался мячик, нужно выйти в центр и сделать несколько танцевальных движений, а остальные дети повторяют. Взрослым разрешается подсказывать, потому что ребенок может смутиться без поддержки. Или игра собачка. Играть можно в эту игру в компании ребят у трех человек и больше. Один ребенок назначается собачкой, он встает в центр, другие дети выстраиваются вокруг него в круг и начинают перекидывать друг дружке мячик. И собачке нужно поймать мяч. Тот ребенок, который кинул мяч, перехваченный собачкой, меняется с ней местами. Чтобы прибавить правдоподобие игре, собачке можно лаять и рычать. Еще игра здесь, о которой я бы хотела рассказать, детям моим очень нравится, называется «Ракета». Нужно начертить мелом круг диаметром около 8 метров. Дети встают за линию. У каждого из них в руках по небольшому резиновому мячику. А взрослый встает в центр круга, он держит в руках большой мяч, это ракета. По сигналу, 3, 2, 1, пуск, он подбрасывает вверх мяч. А дети, не заступая за линию, стараются в него попасть своими мячиками, то что сбить ракету. Запуск повторяется несколько раз. И побеждает тот ребенок, который смог как можно больше раз попасть по ракете своим мячиком. Детям 6-7 лет, что можно предложить? Дети этого возраста очень хорошо запоминают правила игры. Поэтому присутствие и участие взрослого для них уже не обязательно. Можно просто объяснить правила игры и наблюдать за их игрой. Издалека причем. И что же можно предложить им? Например, игра десятки. Количество игроков здесь от 4. Игроки устанавливают очередность, и игра начинается. Сначала первый игрок старается выполнить как можно больше пунктов. Мяч бросают о стену. Если он сбился, то мяч переходит к следующему игроку. Выигрывает тот, кто смог выполнить следующие 10 пунктов. Сейчас я их перечислю. Итак, десятое. Это 10 раз бросают мяч друг другу и ловят его двумя руками. Девятое. Одной рукой ловят, бросают, соответственно, 9 раз уже. Восьмера. Другой рукой ловят мяч, мяч бросают 8 раз. Семера бросают мяч 7 раз, хлопают руками 1 раз и ловят мяч двумя руками. Шестера хлопают 2 раза. Пятеры то же самое, только бросают уже через ногу. 5 раз. Четверы через другую ногу. Трешки через ногу с хлопком. Двушки через ногу с двумя хлопками. И однашки поворачиваются спиной и ловят мяч, соответственно, 1 раз. Еще игра охотники и лисицы. Водящий – это охотник. У него в руках небольшой резиновый мячик. И этим мячиком нужно попасть в лисицы. То есть во всех остальных игроков. Охотник встает внутри круга из детей, трижды подкидывает вверх и ловит мяч. Как только он ловит мяч третий раз, лисицы разбегаются. Когда охотник попадает мячиком по лисице, она становится его помощником. Мяч после удара может поймать или один из охотников, или лисицы. Во втором случае они могут перекидывать мячик, чтобы его не забрали охотники. Игра продолжается до тех пор, пока не останется одна лиса. Она объявляется победителем и в следующий раз играет за охотником. Еще игра эстафета называется «Ручеек». И такой конкурс можно провести в большой детской компании. Нужно здесь разделить детей на две команды. Они должны выстроиться в шеренге и широко расставить ноги. Детям, которые стоят в колоннах первыми, это капитаны, в руки дают по одинаковому мячу. Они нагибаются, прокатывают мяч между ног. Участник, который стоит последним в колонне, подхватывает мяч и встает первым, повторяя такие же действия. И в итоге побеждает та команда, чей капитан быстрее вернется в начало своей шеренги. И тоже всем известная игра. Напомню о ней. Я знаю пять. И здесь уже варианты различные. Игроки по очереди набивают или подкидывают мяч и произносят. Я знаю пять имен. Я знаю пять городов. Я знаю пять животных. Я знаю пять растений. Я знаю пять профессий. И дальше при каждом ударе или подкидывании мяча нужно говорить. Аня раз, Света два, Леша три, Дима четыре, Маша пять. Если ребенок делает долгую паузу или повторяется, он выбывает из игры. Ход передается следующему участнику. Выигрывает тот, кто смог назвать больше всех предметов. Еще одна игра с той. Дети стоят в большом кругу. Взрослые, стоящие в центре, высоко подбрасывает мяч и называет имя любого ребенка. В это время дети разбегаются в разные стороны. А тот ребенок, чье имя назвал взрослый, берет в руки мяч и кричит «стой». Когда все застыли на своих местах, он кидает мячиком в одного из участников. Если попадает, то у детей есть время разбежаться, пока новый ведущий не возьмет в руки мячик и не скажет «стой». И затем игра повторяется. Важный момент здесь, что на тот момент, когда ведущий кидает мяч, дети должны оставаться на месте. Но они могут присаживаться, они могут уворачиваться, могут подпрыгивать. Если ведущий не попадает, то он догоняет мяч, берет его и повторяет свой бросок, но уже с нового места. Еще игра одна, здесь о которой я хочу рассказать, называется «Мед». Дети встают в линию или садятся на лавочку. А ведущий встает перед ними и у него в руках мячик. Он по очереди кидает мячик и говорит «Тебя зовут, прибавляй любое имя». Если имя игроку не нравится, он откидывает мячик, а если нравится, ловит. Вместо этого ведущий может кинуть мячик со словом «Мед». Если игрок поймает «Мед», то сам выберет себе имя. А если нечаянно оттолкнет, то его имя будет таким, какое предлагал ведущий раньше. Потом ведущий начинает кидать мяч второму игроку, пока не подберет ему имя. И когда все дети уже с именами, начинается второй тур по тем же правилам. Выбирается уже фамилия. Потом профессия, потом возраст и любые другие характеристики человека. Обычно получается очень забавно. Мы проводим такие игры на улице. И поскольку я учитель-логопед, дефектолог, нейропсихолог, то в своей практической деятельности я использую мяч в развитии и коррекции различных нарушений у детей дошкольного возраста. И немного остановлюсь на этом и представлю свой опыт, который вы также можете использовать. И сейчас я хочу рассказать об играх, направленных на развитие крупной моторики. Что здесь можно? Подбросить мяч вверх и поймать двумя руками. То же самое. Подбрасываем мяч вверх, ловим двумя руками, хлопаем в ладоши. То есть сначала подбросили, хлопнули в ладоши, потом поймали мяч двумя руками. То же самое. Вверх кинули и поймали мяч после удара у пол. То же самое. Только хлопаем в ладоши впереди, сзади себя. И потом уже ловим мяч. Тут же тоже нужно натренироваться. Потом следующее упражнение здесь. То же самое делаем, только руки убираем за голову, а потом ловим мяч. Далее подбрасываем мячик и ловим его правой рукой или левой рукой. Также еще подбросили мяч, затем хлопнули под коленом и поймали мяч. Еще вариант. Продвигаясь вперед, подбрасываем мяч вверх и отбиваем мяч о пол, двумя руками ловим, отбиваем мяч о пол с хлопками и затем ловим. И отбиваем мяч о пол одной рукой и ловим его. В подвижных играх с мячом дошкольники приобретают необходимые навыки и умения. Детям учатся четко и спокойно выполнять упражнения, которые дает педагог. Развиваете ловкость рук, улучшается физическая подготовка. И какие здесь действия? Отталкивание, прокатывание. Благодаря этому будут формироваться следующие навыки. Это энергичное отталкивание руками и прокатывание между предметами. Ловля. Здесь ловля руками без прижимания грудной клетки, ловля с последующей передачей друг к другу. Это то, чему должны научиться дети в дошкольном образовательном учреждении. Прием, действие прием. И дети должны научиться приему одновременно двумя руками. Прием, бросок и передача. Дети должны научиться выполнять броски двумя руками, броски в четко определенное место и передача от груди, из-за головы или снизу. И также дети должны научиться отбивать, энергично отбивать кистями рук. Следующее, о чем бы я хотела рассказать, это игры, направленные на развитие мелкой моторики. Для полноценного формирования устной речи ребенка важно развивать у него мелкую моторику. Идущие в кору головного мозга импульсы от движущихся пальцев рук стимулируют активную деятельность речевых зон. Можно использовать маленькие мячики или шарики из пластмассы, резины, дерева, каучука, подбирать их по цвету, вводить с их использованием элементы самомассажа. И упражнения здесь какие мы можем использовать? Сжимание мячика, обхват пальцами, прокатывание, прокатывание между пальцами, разминание между ладонями. И игры, которые здесь хотела бы предложить, например, разноцветные шары. Дети прокатывают мяч снизу вверх разными пальцами левой и правой руки. Движение пальцев можно сопровождать также словами. «Шарик, шарик, не грусти, что тебя я отпустил, но ты так хотел на небо, ты ж еще на небе не был». Конечно, это как вариант, вы можете подбирать свое сопровождение текстовое. Или еще игра, например, «Дождик». Ребенку предлагается прокатить мяч поочередно пальцами правой и левой руки, имитируя дождик. Движение тоже можно сопровождать стихотворением. «Дождик капал, капал, капал и по улице бродил. Намочил он всех прохожих, лишь под зонтик не попал. Капнул в лужу и пропал». С мячом можно играть также с целью развития пространственного восприятия. И здесь прокатывание мяча от ребенка к ребенку в определенном направлении. Выполнение инструкции. В правую руку мячик возьми, над головой его подними. Попадание мячом в ворота, расположенные в разных направлениях. Рисование мячом фигур на полу. Отбивая мяч, а пол называем предметы вокруг себя. То, что находится выше, то, что ниже, то, что слева, то, что справа. Здесь идет ориентировка себя в окружающем пространстве. Называем части своего тела. Например, что выше или ниже пояса. Здесь развивается ориентировка в схеме собственного тела. Или выше, ниже, правее, левее какого-либо предмета в комнате. И здесь мы развиваем ориентировку предмета в окружающем пространстве. Еще игра. Одна тоже прекрасная, по моему мнению, вратарь. Взрослый бросает мяч ребенку, одновременно предупреждая ребенка, куда должен лететь мяч. Ребенок должен сделать вратарское движение в заданном направлении. Ребенок проговаривает вратарем, зовусь не зря, мяч всегда поймаю я. А взрослый говорит, раз, два, три, справа, слева, прямо мяч, посмотри. Или еще игра вправо-влево, прокати, только мяч не упусти. Дети садятся вокруг стола, мяч прокатывается от одного ребенка к другому по инструкции взрослого. Саша, кати мяч влево. То есть кому-то, например, к Диме, как вариант. Катя, кати мяч вправо. Получается, например, Коля. Куда надо катить мяч, чтобы он попал к Лене? И важно удержать мяч на столе. Еще хочу рассказать об играх, направленных на развитие фономатических процессов. Игра «Мячик, мы ладошкой стук, повторяем дружно звук». И взрослые проговаривают, что когда услышите звук «А», стукните мячом о пол. И поймав мяч, повторите этот звук. Взрослые называют «А, У, О, У, А, А, О, У». Ну и так далее. Развиваем фономатическое восприятие, быстроту реакции и закрепляем знания гласных звуков. Игра еще «Гласный звук услышит ушки, мяч взлетает над макушкой». Взрослые проговаривают, что я буду называть звуки, подбросите мяч, когда услышите гласный звук. И называют «М, Э, У, Н, С, А» и так далее. Следующая игра «Поющие мячики». И цель этой игры – закрепление короткого и длительного произнесения гласных звуков, развитие фономатического восприятия, закрепление длительного ртового выдоха. Дети распределяются парами и садятся лицом друг к другу на расстоянии трех метров. У каждой пары мяч. Взрослые произносят сочетание гласных звуков. Последний звук произносится длительно, пропивается. Например, «А, А, Э, У, Э, А». И первые два звука сопровождаются ударом кулака по мячу, пропевая третий звук, ребенок катит мяч партнеру. Прокатывание мяча подчеркнуто плавное, длительное, как и произнесение гласного звука. Или еще тоже игра «Разноцветные мячики». Красные – это будет гласный, синий – нет. Что за звук? Дай мне ответ. И педагог бросает… Здесь несколько вариантов этой игры. Первый вариант. Взрослый бросает мяч детям, поймавший называет гласный звук, если мяч красного цвета. Согласный, если мяч синего цвета. И бросает мяч обратно взрослому. И второй вариант. Ребенок называет слово, начинающееся с гласного звука, если мяч красного цвета. А если мяч синий, то ребенок называет слово, начинающееся с согласного звука. Еще очень интересная игра с передачей мяча. Называется «Мяч передавай, слово называй». Играющие выстраиваются в колонну. У игроков, стоящих первыми по одному большому мячу. Ребенок называет диаметр примерно 25-30 сантиметров. Ребенок называет слово на заданный звук и передает мяч назад двумя руками над головой. Возможно, другие способы передачи мяча. Следующий игрок самостоятельно придумывает слово на этот же звук и передает мяч дальше. Игра с передачей мяча звуковая цепочка. Свяжем мы и слов в цепочку. Мяч не даст поставить точку. Педагог называет первое слово, передает мяч ребенку. Далее мяч передается от ребенка к ребенку. И конечный звук предыдущего слова – это начальный звук. например, весна, автобус, слон, нос, сова и так далее. Следующая игра с перебрасыванием мяча. 100 вопросов, 100 ответов с буквы, например, А или другой какой-то и только с этой. Цель этой игры – развитие фонематических представлений и воображения. Педагог бросает мяч ребенку и задает ему вопрос. Возвращая мяч взрослому, ребенок должен ответить на вопрос так, чтобы все слова ответа начинались с заданного звука. Например, со звука И. Как тебя зовут? Ира или Иван. А фамилия? Иванова. Откуда ты приехала? Из Иркутска. Что там растет? Инжир. Какие птицы там водятся? Иволги. Какой подарок ты повезешь родным? Ирисские игрушки. Вот в таком формате. Еще одна игра. Мяч поймай, слово составляй. Мы поймали три мяча. Слово скажем мы сейчас. Педагог бросает каждому ребенку мяч, называя звуки задуманного слова. М, А, К. Или Д, О, М. Или еще вариант. К, О, Т. Дети находят на своем мяче букву, соответствующую названному звуку, и составляют из мячей слово. Читают его, анализируют его. Игра с перебрасыванием мяча. Мяч лови и мяч бросай, сколько звуков называй. Определяем здесь последовательность и количество звуков в слове. Педагог, бросая мяч, произносит слово. Ребенок, поймавший мяч, определяет последовательность звуков в слове и называет их количество. И последовательность, например, сначала берем трехзвуковые слова типа «макс», «сон», «хит». Далее четырехзвуковые слова с открытыми слогами «рама», «мама». Затем четырехзвуковые слова со стечением согласных «крот», «стол», «спор» и так далее. Следующие – это игры, направленные на обогащение, расширение словарного запаса. Например, игра «кто как разговаривает». И первый вариант этой игры – взрослый почередно бросает мяч детям, называя животных. Дети, возвращая мяч, отвечают, как то или иное животное подает голос. Корова мычит, тигр рычит и так далее. И второй вариант – взрослый, бросая мяч ребенку, спрашивает, кто рычит, кто лает, кто пищит и так далее. Или еще игра «какое что бывает». Бросая детям мяч различными способами, то, о чем я уже говорила ранее, педагог задает вопрос, на который ребенок должен, поймав мяч, ответить, после чего вернуть мяч педагогу, бросив его тем же способом. Педагог бросает мяч и задает вопрос следующему ребенку и так далее. Вопросы можно задавать о разных признаках предметов, о форме, о размере, о цвете, о величине, о свойствах и тому подобное. Например, чтобы было более понятно, что бывает кругло? Мяч, шар, колесо, перечисляет солнце, луна, яблоко, ну и так далее. Или что бывает длинным? Дорога, река, веревка и так далее. Что бывает высоким? Гора, дерево, человек, шкаф, столб. Что бывает зеленым? Трава, деревья, платье, кузнечик. Еще тоже известная всем игра, просто накладываем ее на игру с мячом. Животное их детеныша. Бросая мяч ребенку, взрослый называет какое-либо животное, а ребенок, возвращая мяч взрослому, называет детеныша этого животного. И основные движения здесь могут быть перебрасывание мяча с ударом о пол, перебрасывание мяча, прокатывание мяча, сидя на кавре. И слова желательно скомпоновать в группы по способу их образования. Еще игра «Кто как передвигается». Взрослый, бросая мяч ребенку, задает вопрос, а ребенок, возвращая мяч взрослому, отвечает. Игра проводится с перебрасыванием мяча также разными способами. Ползают кто? Змеи, черви, гусеницы, летают птицы, жуки, комары, мухи, пчелы. Что делают животные? По тому же принципу, собака лает, бегает, скулит и так далее. С помощью мяча мы также с вами можем развивать функцию словоизменения, словообразования. Игра «Один много», тоже всем знакомая, накладываем ее на игру с мячом. Взрослый бросает мяч детям, называет имена существительные в единственном числе. Дети бросают мяч обратно, называют существительные во множественном числе. Можно перебрасывать мяч разными способами, удары о пол, прокатывание мяча, опять же, сидя на ковре. Или, скажи ласково, аналогично проводится игра. Шапка, шапочка, книга, книжечка. Веселый счет. Здесь мы с вами закрепляем в речи детей согласование существительных с числительными. Взрослый бросает мяч ребенку и называет сочетание существительного, например, с числительным 1. А ребенок, возвращая мяч, в ответ называет тоже существительным, но в сочетании с числительным, например, 5, 6 или 7 или 8. Сначала, опять же, лучше называть сочетание по принципу сходства, окончания имен существительных. Один стол, 5 столов. И еще тоже, как вариант, очень трудно детям дается. Одно ухо, а когда говоришь 5, то 5, там такие варианты выскакивают. Причем даже шестилетки, то уже когда проработаешь неоднократно в сираме, порой выдают такие перлы. Очень интересно. Игра следующая с перебрасыванием мяча. Слово это изменяй, изменяя, удлиняй. Расширяем словарный запас, развиваем внимание и быстроту мышления. Взрослый бросает мяч детям, при этом произносит односложное слово. Сад, куст, нож, нос, стол. Ребенок, поймавший мяч, перед тем, как бросить его обратно, он изменяет слово так, чтобы оно стало двусложным. Нос, носы или трехсложным. Дом, домики. И определяем количество слогов. Чья голова. Тоже аналогично. Из чего что сделано. Тазик из меди медный, медвежонок из плюша плюшевый и тому подобное. Игры, направленные на развитие связной речи. Например, игра «Составь предложение». Взрослый бросает мяч кому-нибудь из детей, произнося при этом несогласованные слова. Ребенок, поймав мяч, произносит предложение из данных слов и бросает мяч обратно. Это как один из вариантов. Еще, поскольку все-таки я нейропсихолог еще, хотела бы представить вашему вниманию нейропсихологические игры с мячом. Первое. Работаем двумя руками одновременно и поочередно под счет на заданные звуки. Например, на звук «А» правой рукой отбиваем мячик, на «У» – левый. Могут быть разные звукосочетания «Ау», «Уа», «Ауау», «Уа» и так далее. Следующее. Взрослый произносит слово и кидает мяч, а ребенок ловит мяч и называет слово, связанное со словом взрослого. Чтобы было более понятно, о чем идет речь, взрослый говорит «небо», а ребенок отвечает «облако» и кидает мяч обратно. Опять же, вы же можете выбирать различные варианты передачи мяча, исходя из тех вариантов, которые я предложила в начале нашего вебинара. Еще что. Ребенок и взрослые кидают друг другу большой мяч с разных расстояний и ловят двумя руками. Сначала лучше кидать в руки, потом немного правее, потом левее, потом выше, потом ниже. Дети должны уметь кидать мяч, поддывая его двумя руками снизу, сверху, по воздуху или ударяя о пол. Надо стараться не прижимать мяч к себе, а ловить его только руками. Еще тоже вариант. Взрослый ребенок садится на пол на расстоянии 2-3 метров друг от друга и берут большой, затем уже среднего размера мяч. Они раздвигают ноги и начинают прикатывать мяч по полу. Сначала отталкивают его от себя двумя руками. Через минуту или две ребенок убирает левую руку за спину и катает мяч только правой рукой. Через 3 минуты только левый. И мяч должен катиться ровно и прямо в руки партнеру. Что еще? Ребенок перекидывает из правой руки в левую руку теннисный мяч. Ребенок кидает в вертикальную цель разные мячики. В качестве цели выступать может прикрепленный к стене круг из бумаги или обруч в руке взрослого и так далее. Еще также хотела бы предложить вашему вниманию игры, направленные на развитие межполушарного взаимодействия. Здесь различные броски мячей в разных захватах разными руками. Одновременно подбрасываем два мяча вверх, одновременно кидаем вниз. Или левая рука кидает вверх, а правая кидает вниз. Вот здесь уже трудно будет. Или еще перебрасываем мячики друг к другу в паре, в соответствующие руки или в противоположные. Перебрасываем мячи в паре с называнием антонимов, синонимов, цветов, цифр, увеличения на 2, на 3, на 4, с называнием букв алфавита. Также можно через одну букву, через две буквы, через три буквы, с называнием времен года, дней недели. Еще также мячи можно использовать с целью развития дыхания и в качестве общеразвивающих упражнений. Например, исходное положение стоя, мяч в опущенных руках и поднять руки вверх, потянуться, сделать вдох, опустить руки, выдох. Дозировка четыре раза. И методические указания здесь выполняем в медленном темпе. Активизируется мозг. Целесообразно такие упражнения проводить либо в качестве физминуток, либо в начале занятия, чтобы улучшить питание головного мозга. Еще одно упражнение. Исходное положение стоя, мяч в опущенных руках, поднять мяч над головой и в вытянутых руках. Делаем вдох, наклоняем туловище вправо, выдох, опять прямо вдох, наклоняем туловище в другую сторону, выдох. Выполняем по два раза, в одну сторону и в другую. Еще одна игра, одно упражнение. Сидя на мяче, ноги на ширине плеч, развести руки в стороны, вдох, наклоняем туловище вниз, выдох, выпрямляемся. И дозировка здесь четыре-пять раз. Методические указания будут вдох обычный, на выдох имитируем стон на гласном звуке О. Также еще с мячами можно выполнять логоритмические упражнения. Упражнения для плечевого пояса. Поднимание рук вверх в исходном положении, сидя на мяче. Выполняются мягкие плавные движения руками в соответствии с фразой. Обратите внимание, что в первом случае АУ, например, сейчас я скажу, что это за фраза такая. В первом случае АУ мы выполняем напряженными руками, и голос ребенка при этом должен быть максимально громким. Тогда как во втором случае руки мягкие, голос тихий. Здесь дифференцируем звуки АУ. Например, проговариваем, мы в лес пойдем, руки перед собой поднимаем вверх, детей позовем, руки перед собой опускаем вниз. АУ, 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 на А широко открываем напряженные руки, на АУ вытягиваем напряженные руки вперед. Выполняем три раза. Дальше мы в лес пойдем, руки перед собой поднимаем вверх, грибов там наберем, руки перед собой опускаем вниз. АУ, АУ, АУ. Тише здесь говорим, чтобы одновременно работать над силой голоса. На А широко открываем мягкие руки, на АУ мягкие руки вытягиваем вперед. Выполняем здесь тоже три раза. И здесь можно много примеров, на самом деле. Да, сейчас в конце еще Петяна Викторовна расскажет по поводу сертификата. Хорошо. И здесь, на самом деле, очень много упражнений, много вариантов. Можно даже целый вебинар посвятить фитболу. Если вам это интересно, то напишите в комментариях, и мы тогда на ближайшем вебинаре, но уже с нового учебного года, раскроем данную тему. Есть еще тоже один замечательный мячик во всех аспектах – суджок. Метод суджок терапии – один из эффективнейших способов преодоления речевых трудностей, недоразвития высших психических функций дошкольного возраста. И вместе с пальчиковыми играми, стежками, с потешками, штриховками, с лепкой, с мозаикой, рисованием, в логопедических целях суджок терапия активизирует развитие речи. Спасибо. Буду иметь в виду, тогда отмечу. Будут активизировать речь ребенка. Эффективно тренировать координацию движения рук и стимулировать рефлекторные точки удается, удерживая шарик на раскрытой ладони, надавливая пальчиком, каждым пальчиком на иголке, захватывая мячик тремя пальцами, большим указательным средним, одной рукой, другой рукой, катая ежика между ладонями по ровной поверхности также, передвигая его от кончиков пальцев к лучезапясному суставу и обратно тоже, по одной руке и по другой также. Подбрасывая мячик и пытаясь поймать его одной рукой, другой, двумя руками одновременно, массируя каждый пальчик пружинным кольцом. Каждый мяч суджок еще вкладывается две пружинки. И еще я хотела бы вам предложить игру, музыкальную игру «Мячик в руках». Сейчас я включу, чтобы вы посмотрели, автор этой игры Юлия Дерябкина. Музыкальная ритмическая игра «Мячик в руках». Развиваем мелкую моторику, тактильные ощущения и музыкально-ритмическое восприятие. Знакомим ребенка с понятиями «правая рука», «левая рука». Мячик я в руках катаю и туда-сюда гоняю. Мячик я в руках катаю и туда-сюда гоняю. Это ручка правая, правая умелая. Это ручка левая, левая несмелая. Мячик я сожму в ладошки, как сжимает лапку кошка. Мячик я сожму в ладошки, как сжимает лапку кошка. Это ручка правая, правая умелая. Это ручка левая, левая несмелая. Мячик я сожму в ладошки, как сжимает лапку кошка. Принцип понятен, очень нравится детям. С удовольствием играют в эту игру, всегда спрашивают, когда поиграем. Идем дальше. А, и мячиком с у джо, кстати, можно также массировать стопы. Более подробно об использовании мячика с у джо в педагогической работе с дошкольниками. Я останавливалась на одном из наших вебинаров. И вы можете... Вы можете просмотреть в записи бесплатно на нашем портале. И огромное разнообразие детских игр с мячиком, с мячами, позволяет не только занять детвору на целый день, или выходить на площадку с мячиком и не повторяться при этом несколько недель подряд, но и при этом проводить целенаправленную образовательную деятельность с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста. Спасибо за внимание. Благодарю за ваши отзывы. Очень важно, очень приятно. Надеюсь, что наш вебинар оказался полезным. Если есть какие-то темы, которые бы вы хотели, чтобы мы озвучили на наших вебинарах последующих, напишите, пожалуйста, в комментарии. Мы сделаем у себя отметку. Хорошо вам отдохнуть, набраться ресурса. И будем ждать вас на последующих наших вебинарах. Всего доброго, всех благ. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.